А теперь еще немного о героях современности. К ним мы не перестаем повторять, относятся и врачи. За год пандемии они доказали, что их труд тяжелый и опасный. Однако не стоит забывать, что не только с коронавирусом идет ежедневная борьба медиков. В нашем следующем сюжете мы расскажем о том, как сложнейшая операция сплотила одну семью и вселила веру в будущее. Это кадры из операционной первой краевой клинической больницы. Медики борются за спасение единственной руки пациента. Сложно себе представить, но он случайно прострелил свою руку во время любимого хобби – охоты. Сложность была, наверное, не только в самой хирургии, сколько в подходе к данным тяжелым травмам. Во-первых, травма огнестрельная. Во-вторых, у пациента сахарный диабет. И, наконец, в-третьих, это единственная рука больного. То есть, как бы, второй руки у него нет, поэтому ответственность была, наверное, даже в несколько раз выше, чем когда мы просто оперируем руку. Наша задача была одна – это спасти человеку конечность, спасти как орган. Поэтому здесь применялись все доступные современные методы лечения. Лечение длилось не один месяц. Все это время с пациентом была его любимая супруга Антонина. Ну, на охоту проводила мужа. Дома что-то чем-то занимаюсь. Смотрю, звонок от него. Говорит, Тонь, я сильно поранился, мне нужна помощь. Как он повесил ружье, как рассказывают, на веточку. И оно начало падать. Он решил поправить. А на предохранитель не поставил ружье. И оно, видно, зацепилось за сучок какой-то и выстрелило. Я когда увидела, это было страшное. Вышел я на охоту часов в 7 утра. У нас там старый кирпичный завод заброшенный. И круче, и внизу лоба. Вот у меня есть охотничая собака. Я взял ее с собой. Вот спустился вниз. И мне надо было поймать собачку. Я решил повесить ружье на ветку. А были предохранители спущенные. Надо было на предохранитель ружье поставить. А я не поставил. Просто забыл. Это моя халатность. За сколько лет. Они поженились 45 лет назад. Виктор ухаживал за красавицей Антониной долго. Думал, не посмотрит она на него простого агронома. Мы познакомились на работе. Он агроном, а я просто поливот разнорабочая. Встречались на работе, потом еще стали встречаться. Поженились. Трое детей у нас. Первый пролесок мой. Первый ландыш мой. Всегда из лесу приносит он мне цветы. На 8 марта всегда цветы из леса. Мы жили колхозной жизнью. Три коровы, три теленка, гектар земли. Он все это одной рукой. Сено накашивал. По 15-20 самосваловал. И так выживали. Но несмотря на рутину колхозной жизни, находит Антонина время. И на творчество она, главное, запевала в местном ансамбле. А супруг Виктор после выписки проходит реабилитацию. Все у нас нормально. Мы уже дома. К нам приезжают доктора. Смотрят, контролируют. Перевязки делают. Все у нас прекрасно. На этой позитивной ноте хочется еще раз сказать спасибо врачам. Они возвращают к жизни не только пациентов, но и их любящие семьи. Оксана Ехимович, Алексей Товстенко и Эльмира Батеева. Телекомпания «Краснодар».